Хоровой капелле мальчиков и юношей Соловушки-Вятки исполнилось 15 лет. Как и благодаря чему мальчишки превращаются в талантливых Соловушек, узнала Милана Поварницына. Божественное словословие, возвышенность и радостный настрой. Таков Магнификат Шуберта, с которого начали свое выступление Соловушки-Вятки. Воспитанникам хоровой капеллы тема духовности близка и понятна. В репертуаре хора есть разнообразные песни от классики до модерна, но главное место принадлежит духовной музыке. Каждое воскресенье капелла мальчиков и юношей выезжает в село Великорецкое и поет там литургию. Все это еще предстоит юному Саше Лисовскому, который очень хотел попасть в этот хор. У меня был очень тянучий голос, мне нравилось петь, я хотел сочинять новые песни. Правда, Петя общаться с товарищами по капелле ему нравится и до сих пор. Просто Саша, видимо, еще не успел осознать, что он теперь Соловушка. Это неудивительно. Хор – лауреат международных, всероссийских и региональных конкурсов. За 15 лет были и сольные концертные программы, и проекты с музыкантами из Австрии и Германии. Своими успехами ребята во многом обязаны наставникам. Прежде всего художественным руководителям Георгию и Елене Антаковым. Команда преподавателей, которая работает с этим коллективом, она знает, что надо делать, знает, как надо делать. И не я один, я выхожу дирижировать, а за мной стоят очень любимые мною люди и преподаватели, все, которые с большой душой отдают детям всю свою любовь, все свое знание, все свое умение. Для преподавателей главное – это становление личности мальчишки и превращение его в юношу. Так в хор ребята приходят еще дошкольниками и не бросают уже, будучи студентами. Поет вот уже много лет в Соловушках и Дмитрий Коновалов. Сегодня на юбилее его согревают воспоминания о первых шагах капеллы. Как-то ездили мы в Сочи, там был, по-моему, всероссийский конкурс проходил. И вот тогда мы на том конкурсе заняли, по-моему, второе место, если я не ошибаюсь. И также мы еще выступали вокальным ансамблем, там тоже заняли третье место. Ну, вот это были какие-то такие первые, скажем, шаги. То есть мы только-только начинали еще выезжать куда-то. Это было довольно интересно, потому что я еще был, по-моему, мне было лет 10, наверное. Сегодня коллективу исполнилось 15 лет. По человеческим меркам это возраст формирования и развития. Так и капелла Соловушки-Вятки постоянно находится в творческом поиске. Сразу же после юбилейного концерта ребята начнут учить новую программу. Она посвящена приезду австрийского симфонического оркестра в конце 2014 года. Так что в скором времени трели Соловушек зазвучат с новой силой. Милана Поварницына, Владимир Подлевских, Вести, Кировская область.